На протяжении целого года трудятся мастера слова, чтобы в октябре вновь вышел яркий, как осенний листок, очередной выпуск Альманаха «Кольчугинская осень». В этом году это уже шестой сборник, который стал самым объемным за все годы. С первых экземпляров издания Альманах значительно изменился. Я думаю, каждый, кто принимает участие ежегодно, на это обратил внимание. Он стал не только гораздо толще, он стал гораздо содержательнее. В нем появились новые рубрики, появились новые публикации. Огромное количество авторов, что очень-очень радует. Этот номер «Кольчугинской осень» отличается не только объемом, но и новыми рубриками. По-прежнему множество рубрик, около 12-13 рубрик. В этом году введена новая рубрика «Дружба городов», где представлены молодые авторы из какого-то определенного города российского. В этом году город представлен Ульяновск. Та же рубрика «Поэзия», «Проза», «Литература и ведение». Третий год подряд у нас уже рубрика «Интервью». Ее ведет Юрий Татаренко из Новосибирска, очень хороший интервьюер. В этом году рубрика посвящена Сергею Ивкину из Дегтябурга, который приезжал к нам в марте с творческой встречей. С каждым новым выпуском расширяется и география авторов. В этом году на литературные чтения приехали литераторы из Омска, Барнаула и Челябинска. Секретарь Союза писателей России Нина Ягодинцева Ленинск-Кузнецкий посвящает уже в третий раз. Это большая редкость и большая драгоценность. То, что в таком небольшом рабочем шахтерском славном городе возникло, благодаря стараниям литераторов, и Дмитрия Филипенко в первую очередь, и Светланы Улановой, возникло такое литературное гнездо, так называемое, которое привлекает не только я из Челябинска, сюда приезжают из самых разных городов, и для нас это очень важно. Для писателей издание каждого выпуска «Альманаха» сродни рождению ребенка, ведь все произведения пропущены не только через редакторскую правку, но и из сердца авторов. За свои труды писатели и гости были награждены почетными грамотами. Кроме презентации сборника, литераторы приняли участие в семинаре, где оценили творчество молодых писателей. Возможно, их произведения войдут в следующий выпуск «Кольчугинской осени».